Уральские бегуны открыли зимний сезон. Теперь пробежки у них неизменно завершаются купанием в проруби. Испробовать силу ледяной воды на себе решаются как молодые мамы, так и люди с инвалидностью. С моржами-бегунами познакомилась Роза Сатканова. Совместная пробежка стала уже традицией для участников бегового клуба. Как правило, собраться большим составом удается только на выходных. В будни работы и ежедневные дела. И как отрыв от рутины – купание в проруби. Молодец! Бежим, бежим, бежим! Лично для меня моржевание – это какой-то небольшой, так сказать, стресс для организма со знаком плюс. В 9 утра у нас пробежка, в 9.30 моржевание. Наши ребята уже здесь поставили, кстати, купель. Поэтому, кому страшненько, можно в купели. Поэтому приходите, welcome, всех ждем. Для меня важна соперясь с природой. В рутинной жизни все привыкают, они вот работа, дом, работа, дом. И нет адреналина. И все как будто в спящем режиме. Вот как-то, чтобы проснуться, нужно взбодрить. У меня дочка есть, чтобы быть примером для нее. И со следующего года я бы тоже хотела, чтобы она начала моржевать, как и я. А дочки сколько? Дочки 4. Азамат – инвалид второй группы. Что не мешает ему закаляться и приобщать других к моржеванию. Для начала он советует окунуться в купели. Бегуны соорудили специальное приспособление. Мы установили эту купель для общего купания, для всего города Уральска, чтобы все смогли насладиться этим плаванием, смогли побороть свои внутренние страхи. Со специальным дном есть она, со специальными ступенями купель. Для нас это просто общее любительское хобби и купание. Но мне это нравится, как вы сами видите, очень люблю это делать. Купание в проруби теперь завершающий этап пробежек. Активный вид отдыха закаливает организм и помогает противостоять вирусам, уверены участники клуба. Хорошо восстанавливается после спорта. После тяжелой тренировки, холодной воде мышцы все восстанавливаются. На самом деле, ты закаляешься. То есть люди, которые закаляются, они болеют намного реже. Ты сам болел в этом году? Нет, я не болел ни разу. Укреплять иммунитет в период пандемии жизненно необходимо, уверены бегуны. А лучше всего это делать на свежем воздухе и с единомышленниками. Не существуйте, а именно живите, улучшайте себя, все в наших руках. Роза Саткана, Бладжерлгаз, Фольдар Аюпов, Хабар-24, Уральск.